Гопсосмыка Сегодня у нас в гостях автор и ведущий популярнейшие программы «Городок» Илья Олейников. Я хочу спросить у вас, Илья, где вы родились, когда приехали в Питер, крестились, не крестились? — Родился в городе Кишиневе, креститься я не крестился, а вот сыну у меня, крещённый Денис, он крестился в Юросареме в храме Гроба Господня. И это было такое потрясающее зрелище, знаете, я думал, надо же вам креститься в храме Гроба Господня. Это, как раньше, скажем, вступать в комсомол в Кремле и тебе вручал вот этот значок Брежнев по меньшей мере. Такой это был торжественный акт. А живой сейчас в Питере, в замечательном городе Санкт-Петербурге, в городе самых ужасающих дорог в этой стране. — Вы здесь дороги не ездили? — Да, у вас тоже потрясающие дороги, но в Питере они производят ещё более серьёзные впечатления. Всяком случае, задница — это такой индикатор, знаете. Вот поэтому у всех водителей в городе Питере на задницах огромные синяки. — А когда вы переехали в Питер? — Очень давно, 25 лет назад. — Известно, Питер славится своими бардами и исполнителями в жанре такого русского шансона. Скажите, пожалуйста, вот эта музыка каким-то образом, я вижу, что вы человек музыкальный, в вашей музыкальной душе хоть какой-то уголок занимает или нет? — Да, ну вообще, так сказать, у меня был такой период, когда у меня умер мой первый партнёр, Рома Казаков, с которым мы очень много и долго работали. И я как бы находился в таком безвремени, ну как-то так не очень охвачен. А у меня дома стоит пианино, стоял, вернее, раньше такой старенький «Красный октябрь». Я забивал вакуум тем, что сидел с утра до вечера, дрынкал на этом инструменте, сочинял всякие песенки. И потом так увлекся этим процессом, что стал заниматься этим, ну не то, что скажем, серьезно. — Нет, ну не очень серьезно. На всяком случае, музыка стала занимать, достаточно большой кусок в моей жизни занимает музыка. Это не значит, что я не думаю с утра до вечера, нет. Но когда у меня, скажем, у меня очень хорошее настроение, я сажусь за рояль и выплескиваю его вот туда, вот этот инструмент. И сейчас, как это непродукционально звучит, я собираюсь выпустить свой диск с своими песнями, которые, наверное, будут называться «Песни для тех, кому уже 30». Ну они будут такие ностальгические, такие, так сказать, совершенно не дискотечные, абсолютно. — То есть такое 60-е? — Нет, нет, это не 60-е, не 50-е, нет, ну это просто не имеет отношения к какому-то определенному сроку, это просто мое, понимаешь? И поскольку я живу все-таки вот в 2000 году, то они, наверное, этого года. — Да, может быть, мы попробуем. — Ну давайте я вам сейчас поверну песенку, которую я совсем давно сочинял. Ее вот Миша Шапотинский сейчас будет записывать на свой диск. — Да. Я просто хочу всем тем, кто не видит, они видят меня все в момент, что это такое обычное, так сказать, электронный рон стоит передо мной, причем не подключенный, естественно, так сказать, никаким динамиком, поэтому все это будет звучать достаточно бедновато. — Ну неважно. Ну послушайте, Господи Боже, может вам понравится, потом услышите, как Шапотинский поет, так сказать, в исполнении такого классного ансамбля, шикарной аранжировки вас подавит количество звука. А сейчас так тихо, мягко, интимно. Говорят, что осень, бабы, и лето, но не верю я, не правда это. Осень — это свет уходящих лет, первая печаль дождей. Золотые листья, как маниста, в воздухе кружатся, в танце быстром, под ноги летят, тихо шелестят голоса в любви моей. Пустота, ни уют, ни покой, Стал чужим и холодным мой дом. Старый пес, что встречал у дверей, Не виляет, как прежде, хвостом. Сейчас я вспомню слова, не надо вырубаться, Сейчас, наоборот, это подчеркивает непосредственность нашего общения. Разлучает нас сегодня осень, Поезд твой уходит ровно в восень. Взят уже билет, заметает свет, Равнодушная листва. Нищевины, она забылась, Ничего у нас. Не получилось, помолчим сейчас, Нам остался час, ни к чему теперь слова. Пустота, ни уют, ни покой, Стал пустым, чужим и холодным мой дом. Старый пес, что встречал у дверей, Не виляет, как прежде, хвостом. Пустота, ни уют, ни покой, Стал пустым, чужим и холодным мой дом. Старый пес, что встречал у дверей, Не виляет, как прежде, хвостом. Замечательная песня, скажите, А она в альбом, в пластинку войдет? Обязательно, конечно. А Михаил Швутинский ее будет петь? Он в своем альбоме ее запишет. Дело в том, что у нас разные альбомы. У меня свой альбом, у него свой альбом. А песни одинаковые. Песни одинаковые, да. Но поскольку я все-таки как-никак автор этой песни, то я, наверное, сам у себя спрошу разрешение и скажу себе, да, можно. Можно. Скажите, вот я смотрю, вы под джазу вот так немножечко прижазовываете. Вы где-то учились играть на фенале? Понимаешь, к счастью, я никогда нигде ничему не учился. Вот. Я, правда, когда был маленький, у папы была такая мечта заставить меня играть на аккордеоне. Именно заставить. Я терпеть не мог вообще этот инструмент. Но, тем не менее, три года прессинга такого невероятного со стороны педагога, который меня насильно обучал игре на аккордеоне. Потом я все это дело забросил. Но у меня просто природный слух такой гармонический, хорошо развит. Три года я на нем поиграл, то есть какая-то основа у меня была. Причем нотки так я не знаю до сих пор. А когда я поступил в цирковое училище, где я учился, там у нас был такой верхний зал, там стоял рояль такой огромный. И когда мне нечего было делать, я подходил к нему и дрынкал. И вот я дрынкал, дрынкал, дрынкал. И вот за эти четыре года, что я дрынкал на этом рояле в цирковом училище, я постепенно научился создавать иллюзию того, что я достаточно прилично играю на пианино. Но кто-то ведь все равно был за спиной, кто-то говорил. Да, за спиной я скажу, кто был. У нас там в это время концертмейстером работала Алла Пугачева. Тогда я был 19 лет, ее никто не знал. А она как раз находилась в преддверии романа с Миколасом, Орбакосом, от которого потом родилась Кристина. И вот она ждала занятий Мику, а я ждал Ромку, с которым мы вместе снимали комнату в Москве. И вот заполняли вот эту двакуум, потому что мы садились за рояль и играли в четыре руки всякие песенки. Так что вот можно сказать, что первым слушателям, причем она, естественно, этого не помнит ни хрена, то, что мы играли вместе, это она помнит, но что я там дрынкал, она, естественно, не помнит. Но неважно, приятно, что она была одним из первых слушателей. Вы просто ушли несколько от ответа. Я вопрос задавал по русскому шансону. Есть ли какие-то у вас знакомые хорошие? Ну вот Шуфтинский, я понял, что знакомые. А вообще-то сама песня... Ну я знаю хорошо Мишу Круга, ну очень хорошо знаю Юру Кукина, это просто мой приятель. Могу рассказать про него совершенно замечательную историю, которую он мне рассказывал. Он же, по-моему, тренер по фигурному катанию? Нет, Кукин, Юра, какой он тренер, он, так сказать, портвейнщик. А он не работал тренером раньше по фигурному катанию? Юра Кукин? Ну как, он просто упадет с коньков сразу. Человек, который без фляшки вообще с портвейном никогда не выходит, какое там фигурное катание. Только что тронует улуп, там навернуться три раза мордой облёт. Илья, вы хотели рассказать какую-то историю про Кукина? Ну про Кукина, да, у него много историй. Но она такая, может быть, не очень радийная, и то он мне рассказывал, что когда где-то много лет назад он там должен был, от Лен-концерта он приехал на кастроли, приехал поздно ночью, и где-то часа в три ночи, его поселили вот, ну до утра, чтобы гостиница была забита, поселили в номер с кем-то, какой-то был посторонний человек, он в три часа, говорит, туда ввалился, в этот номер Юра ввалился, жутко хотел спать. В шесть часов утра, говорит, я просыпаюсь от того, что вот эта личность под названием ИК, скажем, она проснулась и стала делать зарядку. И так минут пять. Ну естественно, этот глаза открыл, спать не может, думает, когда же этот козёл наконец прекратил так вздыхать томно. Наконец-то он зарядку сделал, пошёл, говорит, в душ, я, говорит, пытаюсь заснуть, и вдруг там включается этот, как его, вода, и он, ах, 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 начинает въезжать под этим душем, под холодной водой, ну опять Юра просыпается, он, говорит, проходит пауза, тот врубает эту электрическую бритву, ещё минуты три бреется, Юра уже стоит на ушах, наконец-то вот оттуда выходит, начинается насморк, как в анекдоте долго чихает. Ну, Кукин говорит, у меня было одно желание, задушить его. И вот, наконец, он говорит, я смотрю, он уже оделся, подходит к дверям, с чемоданом стоит, происходит, он делает так, ну, кажется, ничего не забыл, и вышел. Вот такая душесчипательная история. Илья, сможете ли вы играть, например, что-нибудь из этого жанра сыграть, хотя бы кусочек, из одесского, допустим, с чего-нибудь, из... Ну, были у меня, сейчас я... Ну, дайте мне гитару, дайте мне гитару, что-то сказать, потому что... Вот, я хотел вам сам подыграть. Ой, мама, 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 шо мы будем делать, когда настанут зимние холода? Ой-ой-ой-ой, у тебя нет теплого платочка, а у меня нет зимнего пальта. Ой-ой-ой-ой, у тебя нет теплого платочка, а у меня нет зимнего пальта. Ну, что же, я благодарю вас, Илья, за приятный вечер, проведенный с нами. А еще хотел спросить, Стоянов Юрийон музыкальный человек? Да, Юра очень музыкальничек, Юра замечательно играет на гитаре, он сильно хорошо играет на гитаре, он просто этому учился. А, вот. Вот, и поэтому, к сожалению, я прошу прощения, что я сегодня без него так получилось. Но поскольку у вас все равно нас не видит, считайте, что Юра рядом. Что же, Илья, всего вам самого доброго, множество передач, множество замыслов вам и смеха побольше. Большое вам, Свердловское, спасибо. Продолжение следует...